День с толком 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 как мы говорим, компьютеров, серверов, ноутбуки, которые сейчас массово все стараются купить, очень сильно зависят от валюты, то, соответственно, те контракты, которые были заключены уже в рублях, они просто зачастую не хватает той наценки, того дохода, чтобы покрыть разницу валюты. Под раздачу может попасть и сфера гастрономии, но в Барнауле этого пока не ощущают. Так хозяин популярного ресторана Евгений Кураков шутливо констатирует, за пару недель к нему пришло на пять человек меньше обычного, говорит, погрешность. А если серьезно, то в будущем не исключает изменения меню. По нему рублю дарят сырьем. Грубо говоря, если катастрофически подорожают какие-то морепродукты или какие-то форелевые, вернее, лососевые рыбки, мы будем что-то думать. Пока не хочется размышлять о плохом, в конце концов, это уже пятый кризис на моей памяти. Вопрос сырья остров встал и в косметической промышленности. Компания Александра Гладышева переживает нехватку и удорожание из-за пропилового и этилового спирта. Это основа самого востребованного сейчас продукта. Спрос увеличился на антибактериальное мыло, на дезинфицирующие средства, соответственно, которых сейчас нуждается, потребность увеличилась в два раза. На сегодняшний день мы отгружаем более 500 тонн в день готовой продукции. Для сравнения, около 200 тонн мы отгружали ежедневно до этого. Перестраивается и туристический бизнес. Людям предлагают внутренние поездки. Спрос есть, ведь сколько будут закрытыми границы, неизвестно. Будут два перевозчика летать на Сочи, на Симферополь, на Анапу. То есть эти рейсы открыли, они в продаже. И самое главное, что обсидированные тарифы есть для молодежи и пенсионеров. Те, кто любит, например, в Европу ездить, поехали в Санкт-Петербург на белые ночи, еще что-то. Ну, по крайней мере, есть такой спрос, он повышенный сейчас. Люди узнают, потому что все равно отдыхать надо. И несмотря на уже сказанное, первым делом жители края ощутят до и после в магазине. Вчера выступили владельцы ленты, которые сказали, что из пяти поставщиков гречки в систему ленты четверо уже заявили о том, что они с 1 апреля повышают цены оптовые на 20% на гречку. Поэтому вот такой ажиотажный спрос населения. Просто люди, зная предыдущие кризисы, запасаются продуктами, боясь того, что цены пойдут вверх. Помимо этого, на рост цен может повлиять и инфляция. Но, по мнению эксперта, не стоит поддаваться панике и еще больше утяжелять ценник. Как и не стоит, по примеру других, брать кредит, если он вам не особо нужен. Ведь одобрить его вам могут уже на новых условиях. Анастасия Драган, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком. Первые обращения от жителей Алтайского края поступили на горячую линию по поводу завышения цен на предметы первой необходимости. Об этом нам рассказали в пресс-службе Краевой прокуратуры, где и принимают жалобы. Как много и по поводу каких продуктов и товаров поступили обращения, в ведомстве пока отказываются говорить. Но правоохранители заверили, что по каждому случаю проведут проверку. Между тем, алтайские производители нарастили производство макарон и круп, чтобы соответствовать возросшему спросу. Напомним, на прошлой неделе жители края начали активно скупать сахар, соль, макарон и крупу, особенно гречневую. Связано это было с опасениями на фоне пандемии коронавируса и возможных карантинных мер. Как пояснили в Краевом управлении пищевой промышленности, если раньше многие заводы были загружены на 50-60%, то теперь выходят на полную мощность. Изменения на внешнем и внутреннем рынке не повлияют на реализацию в регионе национальных проектов, касающихся сферы труда. Так считает начальник управления края по труду и занятости населения Надежда Капура. Образовательные программы, пояснила чиновница, не привязаны к изменению курса валют. К слову, сейчас в регионе реализуют несколько программ, к примеру, старшее поколение по переобучению людей в возрасте 50+. Действует также национальный проект «Демография», который призван содействовать занятости женщин. А именно мам с детьми, желающих обучиться новой профессии. И еще один проект – производительность труда и поддержка занятости. В его рамках переобучают сотрудников предприятий. Так вот, по словам Надежды Капуры, стоимость процесса обучения не возрастет, потому что его уже оплатили. И все нацпроекты есть в банке образовательных программ. Риски могут появиться. Это может быть связано прежде всего там, где образовательные организации запланировали переоснащение, модернизацию и совершенствование образовательного процесса с внедрением, может быть, каких-то новых технологических решений. Но в этом году пока для себя мы рисков больших не видим. Приговор бывшему правдилами губернатора региона Алексею Белобородову оглашали сегодня в Центральном районном суде в течение четырех часов. В итоге за получение взятки в особо крупном размере ему предстоит выплатить штраф в 4 миллиона рублей. Напомним, в течение года продолжались судебные заседания. Всего их было около 20. Белобородов свою вину так и не признал. Его адвокаты будут настаивать на невиновности. Белобородов может обжаловать приговор в течение 10 дней. Прокуратура также проверит законность приговора. Бийские школьники помогли дочери ветерана Великой Отечественной войны создать видеоролик об отце. Надежда Тимофеевна не владеет компьютерными технологиями, но очень хочет рассказать о своем герое войны. На помощь пришли учащиеся Третьей школы Бийска. Благодаря им ролик Надежды Тимофеевны принимает участие в конкурсе фонда Александра Прокопьева, посвященном 75-летию Великой Победы. О своем отце вспоминает дочь Надежда Тимофеевна с особой любовью, нежностью и теплотой. Видеоролик о ветеране Тимофееве Филиппове смонтировали активисты школьного медиа-центра, который был создан несколько лет назад благодаря победе учебного заведения в конкурсе социально значимых проектов фонда Александра Прокопьева. Старшеклассники для создания ролика использовали фотографии и видео из семейного архива фронтовика. Самое главное, ребята смогли передать то, что хотела видеть дочь. Это доброту и любовь к людям. У него не было врагов. Вот самое интересное, что в нем. Ни у кого нет, а у него было, у моего папы. Он был добрый. Вот человек ему скажет грубость, обзовет его как-то, прямо на скандал вызывает. Он как будто не слышит. Через две минуты где-то такую паузу держит, и потом начинает говорить, как будто ничего не было. Вот это попробуйте. Не получается. Сколько пыталась и никак. Папа Надежды Тимофеевны прошел две войны. Финскую и Великую Отечественную. Дошел до Берлина и там встретил победу. На его кителе, рассказывая дочь, едва можно было найти свободное место. Все было в боевых наградах. Тимофей Иванович Филиппов – кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. Награжден медалями за оборону Сталинграда, за боевые заслуги, за отвагу, за взятие Берлина. Когда он возвращался в Бейск, конечно, там все вагоны были переполнены. Он ехал на крыше. И весь это, в Саже приехал домой. Ну, приехал, конечно, к себе в деревню, где ждала его мать, сестры и братья. Уже в декабре 45-го он устроился на работу. Тимофей Филиппов был шофером на Бейском мелькомбинате и на комбинате хлебопродуктов. Там же, на заводе, он встретил свою жену. Она была бухгалтером. Это были идеальные отношения, вспоминает дочь Надежда Тимофеевна. В доме никаких конфликтов, только любовь. Тимофей Филиппов умер накануне 73-й годовщины Великой Победы. Человек, прошедший две войны, прожил 104 года. Ну, это как бы на юбилее он тут сидит. Как ему удалось дожить до своего возраста? Он делал зарядку каждое утро. Не ленился. Ролик о ветеране, смонтированный школьниками, как и другие работы участников конкурса, можно посмотреть на официальном сайте фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Проект «Мы победили, жизнь продолжается» посвящен юбилею Победы и проходит при поддержке главы региона Виктора Томенко. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. В Барнаульском зоопарке «Пополнение» кенгуру по имени Чаки вновь стала мамой. Милое видео с крохой кенгуру уже разлетелось по соцсетям. На кадрах пока с трудом можно разглядеть кенгуренка в сумке у мамы. Ему потребуется около полугода, прежде чем он окрепнет и сможет показаться публике. Сейчас и мама, и малыш находятся на особом рационе. Гостей же просят соблюдать тишину у вольеров. К слову, ограничений на посещение зоопарка в связи с коронавирусом пока нет. Мы обрабатываем все помещения, вольеры, работников обеспечиваем средствами индивидуальной защиты. Поэтому прогулка по зоопарку на свежем воздухе пока, говорят, это очень полезно. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогнозы – компания «Эволар». До встречи.